Привет, любимый зритель канала Час Ремонт, а в этом выпуске я расскажу тебе о лучших моделях электрических бойлеров емкостью от 30 до 50 литров. На первое место попал Баллуби WHS50 Shell. Внешне выглядит как самый традиционный электрический водонагреватель. Корпус цилиндрический и на его поверхность вынесен термометр для оперативного контроля за температурой. В нижней части можно заметить простенький блок управления с индикаторами. По сути, все взаимодействие сводится к установке необходимой температуры при помощи поворотного регулятора. На нем можно выставить режим ЭКО, и тогда вода будет нагреваться до 55 градусов. А это, в свою очередь, позволяет продлить срок службы ТЭНа и снизить количество образуемой накипи. Номинальная емкость бака составляет 50 литров. Срок службы позволила увеличить специальное магниевое покрытие анода. В этой модели задействован сухой тип ТЭНа, то есть он напрямую не контактирует с водой, а значит избегает ее воздействия и накипи. Это тоже является существенной прибавкой к долговечности прибора. Что касается безопасности использования, то предусмотрены системы защиты от перегрева и избыточного давления. Дополнительно можно поставить устройство защитного отключения. Кроме того, в комплекте есть диэлектрические переходники, предотвращающие утечку тока. Простая, но эффективная модель нагревателя обойдется примерно в 11 тысяч. Если найдешь бойлер себе по душе во время просмотра, то сразу же беги в описании, там я собрал все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. Плюс промокод, который поможет немножко сэкономить. На второе место попадает модель от марки Candy. Представляет из себя относительно компактный водонагреватель с объемом внутреннего бака в 30 литров. В поперечном сечении он овальной формы и может быть установлен в небольших помещениях. На передней панели можно увидеть небольшой блок управления, состоящий из двух поворотных регуляторов и пары индикаторов. Верхний регулятор управляет мощностью, всего доступны три степени – 0,7, 1,3 и 2 кВт. Нижний регулятор отвечает за необходимую температуру, здесь тоже есть режим ЭКО, позволяющий продлить срок службы нагревательных элементов и снизить количество образуемой накипи. Из систем защиты предлагается устройство защитного отключения, установленное на кабеле питания. Нагреватель подойдет для небольшой семьи в составе двух-трех человек. Легко разместится даже в самой компактной ванной, полностью воду нагревает примерно за 45 минут. Стоит около 12 тысяч. Обязательно подпишись на канал «Час ремонта», чтобы всегда самым первым узнавать о новинках и актуальных предложениях товаров для дома, дачи и сада. А еще поддержи меня своим лайком и комментарием. На третье место попадает нагреватель от марки Мидеа. Внешне выглядит как традиционный бойлер с корпусом цилиндрической формы и емкостью бака в 50 литров. На передней панели есть термометр для оперативного определения текущей температуры нагрева. В нижней части находится простейший блок управления с единственным поворотным регулятором. Максимальная мощность составляет 1,5 кВт. Внутренний бак состоит из трех слоев, включая антибактериальную эмаль, в которую добавлены ионы титана. Это защищает покрытие от коррозии, накипи, ну и, соответственно, продлевает срок службы. Нагревательный элемент также покрыт специальным составом с титаном. Такая система способна вполне эффективно противодействовать распространению бактерий и микробов внутри бака. Из систем безопасности предлагается защита от перегрева. Обойдется модель примерно в 11 тысяч. На четвертое место попадает Thermax IF50H Pro. Это нагреватель с горизонтальным расположением и емкостью внутреннего бака в 50 литров. Максимальная мощность составляет 2 кВт, но ее можно регулировать в трех степенях. Корпус имеет плоскую форму с овальным поперечным сечением. На передней панели разместился небольшой блок управления с симпатичным дисплеем. При помощи кнопок можно выбирать необходимую температуру и устанавливать режимы мощности. Кроме того, здесь есть режим No Frost, который автоматически будет подогревать воду до 10 градусов при ее падении до 5 градусов. Водонагреватель оснащен Wi-Fi и может быть интегрирован в систему умного дома. Для того, чтобы включить беспроводное соединение, нужно немного подержать обе стрелочки регулировки температуры одновременно. Для взаимодействия понадобится приложение на смартфон под названием Thermax Home. Управлять можно и через голосового помощника Алису. Обойдется эта модель примерно в 23 тысячи. На пятом месте модель от марки EcoStar. Это снова плоский водонагреватель с вертикальной установкой объемом в 50 литров. Выглядит максимально просто, на передней панели нет ничего, кроме индикатора нагрева. А вся система управления сводится к единственному поворотному регулятору, установленному на дне корпуса. Бак внутри из нержавеющей стали, ТЭН обладает мощностью в 2 кВт. Внешняя часть корпуса и бака изолированы друг от друга специальным материалом, не позволяющим теплу вырваться наружу, сохраняя тем самым температуру воды длительное время. Система защиты представлена предохранительным клапаном, предотвращающим избыточное давление и протечки. Также имеется защита от перегрева. Плоская конструкция корпуса позволит разместить нагреватель даже в компактных ванных комнатах. Стоит эта модель около 12 тысяч. На шестое место становится нагреватель от марки Royal Klima. Внешне выглядит как компактный бочонок. Вмещает в себя 30 литров воды. Управление простейшее, его представляет опять же поворотный регулятор в нижней части корпуса. Здесь же неподалеку находится индикатор нагрева, а на переднюю панель вынесен термометр для контроля за температурой. Внутренний бак дополнительно защищен специальной антибактериальной стеклокерамической биоэмалью. Медный нагревательный элемент обладает мощностью 2 кВт и нагревает воду примерно за 40 минут. В качестве разделителя между внешним корпусом и баком используется пенополиуретановый материал. Позволяет длительное время сохранить комфортную температуру воды. Из систем безопасности предлагается защита от избыточного давления, перегрева и протечки. Стоит модель около 8900 рублей. Завершает наш с тобой рейтинг Zanussi ZWHS50Brillianto. Водонагреватель с емкостью внутреннего бака в 47 литров. Плоский, с овальным поперечным сечением и вертикальным размещением. Максимальная мощность достигает 2 кВт, можно переключиться на режим пониженной мощности на 1,3 кВт. Температура регулируется традиционным поворотным регулятором, есть режим ЭКО. За обратную связь отвечает пара индикаторов. Один сообщает о включении в сеть, второй о нагреве. Внутренний бак сделан из нержавеющей стали, от накипи защищает магниевое покрытие анода. Полностью объем воды нагревается чуть меньше, чем за 2 часа. Благодаря теплоизоляционному материалу между корпусом и баком вода может сохранять температуру долгое время. Прибор включается в сеть через устройство защитного отключения. Дополнительно имеется система защиты от перегрева. Обойдется эта модель примерно в 14 тысяч. Если в процессе просмотра тебе приглянулся какой-то нагреватель, то сразу беги в описании, там я накидал всех необходимых ссылок и оставил промокод. Подпишись на канал Час Ремонта и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас я с тобой прощаюсь, встретимся в следующем выпуске.